Следующая программа предназначена для зрителей любого возраста. Смотрите в этом выпуске. Беременную Нижегородку ищут больше месяца. В среду волонтеры вместе с правоохранителями решили детально обследовать территорию Комсомольской площади. Задержки поездов на Горьковской железной дороге. Как отразилось ЧП в Кировской области на нижегородских пассажирах. Берет пример с главы государства. В среду губернатор Валерий Шанцев ответил на все вопросы местных журналистов. Стадион к чемпионату миру по футболу начнут строить уже этим летом. Об этом заявил министр строительства Нижегородской области. У нижегородских школьников-отличников появилась новая запись в дневниках. Отметку выставил лично губернатор области. О главных событиях этой среды расскажем в ближайшие минуты. В эфире служба новостей «Город». Меня зовут Мария Зелинская. Здравствуйте. В Нижнем Новгороде продолжаются поиски Екатерины Матросовой. В среду поисково-спасательный отряд «Волонтер» совместно с полицией прочесывали территорию трамвайного переулка, вдоль которого Нижегородка ходила на работу. По версии следователей, исчезновение женщины может носить криминальный характер. На нее могли напасть среди гаражей. В поисках принял участие и муж пропавший. Он уверен, что с женой что-то случилось. Сама уйти из дома она не могла. Тему продолжит Екатерина Вологина. Муж пропавшей Екатерины Матросовой вспоминает то утро, когда последний раз видел жену. 27 декабря она, как обычно, собиралась на работу к 9 утра. Но вечером женщина так и не вернулась домой. На тот момент Екатерина была на четвертом месяце беременности. Прошли на работу. На работе ей не оказалось, а потом выяснилось, что до работы она не дошла. Вечером вызвали бригаду. Заявление написали. И буквально на следующие дни начали поиски. Поиски по горячим следам не дали результатов. Женщина не объявилась ни у родственников Сарови, ни у друзей. Но родные Екатерины по-прежнему не теряют надежды найти хоть какую-то зацепку. Сегодня по заявке Следственного комитета провели повторные поиски. На этот раз прочесывали район гаражей в трамвайном переулке. Мимо этой улицы Екатерина каждый день ходила на работу на пивзавод. Здесь практически на каждом гараже висят листовки с ориентировками. Мы не ходим в одиночку, всегда парами. Переговариваться по рациям обязательно и в случае возникновения какой-то опасности. Беречь глаза от веток и не трогать разного рода мусор. Помочь следствию в этом деле может любая найденная деталь. Документы, личные вещи, предметы одежды. Зимой поиски осложняются горами нечищенного снега, которые полузаброшенных гаражей приходится разгребать лопатами. Снег повырять лучше не руками, а палками, чтобы на бутылку не наткнуться. Страховать друг друга. Если что, звонить, вызывать. В конце января следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство по факту исчезновения Екатерины Матросовой». Отрабатывают и еще одно предположение, что беременная женщина могла уйти в монастырь. Но пока никаких подтверждений этой версии нет. Муж пропавшей Екатерины Матросовой, с которой они вместе уже более 10 лет, утверждает, что в машину к незнакомцу его жена точно не села бы. Уйти из дома, ничего не сказав, она тоже не могла. Никаких конфликтов в семье не было. Дома женщину ждет пятилетняя дочь. В церковь особенно не ходила, тем более в монастырь. И разговоров раньше таких не было. Если только что-то случилось, как говорят некоторые, что что-то могло на этой почве беременности произойти, помутнение какое-то и ушло. Ну вот все монастыри в области, в городе уже проверили. У нас заведен список монастырей. Мы их уже по одному разу обзвонили. Монастыри ближайшие к Нижегородской области. Волонтеры обычно не занимаются гаданием кофейной гущи. То есть мы как... Я как обыватель могу разные версии выдвигать. Понятно, что в период беременности, возможно, какой-то гормональный бой. Что-то там в сознании может помутиться. Но я думаю, что в данном случае, скорее всего, вероятно, какая-то криминальная версия. В этот раз поиски не увенчались успехом, но каждый волонтер отряда утверждает, что надежда умирает последней. И если будет необходимость, они выйдут на поиски еще раз. Помочь людям. Ну как бы... Что для людей значит просто помочь? Ну, не могу это объяснить. Просто какое-то внутреннее желание. То есть мы же не одни здесь ходим. Ни одна такая, которые так же вышли. Роем, ищем. Напомним приметы пропавшей Нижегородки. На вид Екатерине Матросовой 30-35 лет. Рост 165 сантиметров. Телосложение среднее, волосы темно-русые, чуть ниже плеч. Глаза светло-серые. Женщина была одета в черный пуховик, черные сапоги, темно-синие брюки. При себе у Екатерины была белая сумка, документы, пропуск на работу на пивзавод, пропуск в город Саров и телефон Самсунг. Екатерина Матросова ушла из дома на работу 27 декабря в 8.20 утра. Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшей, просьба сообщать по каналу связи 02. Екатерина Вологина, Алексей Соколов, Александр Батараков. Служба новостей «Город». Ну а теперь к другим темам. Изменения в расписании движения поездов произошли в среду на Горьковской железной дороге. 13 составов были задержаны в связи с крупной железнодорожной аварией в Кировской области. Они были направлены через Нижний Новгород в обход станции «Поздино», где инцидент произошел в среду утром. Как сообщает в пресс-службе Горьковской железной дороги, к движению поездов, которые следуют через Нижний Новгород, Кировская авария отношений не имеет, но задержки все же возможны. Поезда, которые отправляются и прибывают в Нижний Новгород, они никак не привязаны к происшествию на станции «Поздино». Поезда, которые должны были пройти по северному ходу железной дороги, наши железные дороги, они перенаправлены на южный ход. Поэтому часть поездов пройдет через Нижний Новгород. На всех вокзалах пассажирам сообщают об изменении в движении поездов. По предварительным данным, ликвидация последствий аварии может занять не менее 10 часов. И это самый оптимистичный прогноз. Напомню, инцидент произошел сегодня в 4 часа 26 минут в районе станции «Поздино» Кировского отделения ГЖД. С рельсов сошли 32 цистерны товарного поезда с ожиженным газовым конденсатом. 12 цистерн загорелись. В МЧС Кировской области сообщают, что жертв и пострадавших в результате данного происшествия нет. Угрозы жизни людей и угрозы экологической катастрофы тоже нет. По факту возгорания цистерн возбуждено уголовное дело. Следственными органами Приволжского следственного управления на транспорте Следственного комитета России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. В настоящее время на месте работают специалисты, которыми предприняты все меры по локализации распространения возгорания и меры по недопущению нанесения вреда окружающей среде. Управление ГИБДД по Нижегородской области присоединились к тестированию нового онлайн-сервиса. Совсем скоро каждый автовладелец может проверить, мешает ли ему что-то зарегистрировать новый автомобиль или нет. На сайте госавтоинспекции России был запущен сервис, по которому граждане могут, забив ВИН-код автомобиля, а при его отсутствии номера шасси или кузова, узнать всю историю транспортного средства, что позволит им избежать в дальнейшем недоразумений при купле-продаже автомобиля. Новый сервис всего за несколько минут предоставит автовладельцу информацию о транспортных средствах, в отношении которых не могут производиться никакие регистрационные действия. Например, если водитель находится под следствием, в суде, а также в случае, если у него есть проблемы с таможенным контролем. Чтобы проверить свои возможности, нужно зайти на официальный сайт ГИБДД по Нижегородской области и выбрать раздел «Участникам движения» – пункт «Проверка ограничений на транспортное средство». Онлайн-сервис предложит ввести идентификационный номер транспортного средства, а в случае его отсутствия – код шасси или кузова. Эта услуга позволит проследить историю машины от ее изготовления до последнего владельца. Уже в этом году 607 из ветхих и аварийных домов Нижегородского района переедут в новые квартиры. В среду глава городской администрации Олег Кондрашов провел выездное совещание. Далеко ехать не пришлось. Множество ветхих и аварийных домов находятся всего нескольких сотен метров от Кремля. Мы находимся в центре Нижнегорода. Исторический центр. И вот один дом. Действительно, как будто бомба упала на него. Вот дом. И он жилой. Городоначальник осмотрел дома в квартале улиц Шевченко и Малоемская, а затем зашел в гости к местным жителям. В этом доме сейчас живут пять человек, а еще множество тараканов и мышей. Построен он был еще до революции, в 1910 году. Первый этаж полностью не жилой. В подвале когда-то сломали печку, на которой держался весь дом. После этого здание стало оседать. На сегодняшний день опасность обрушения. То есть это самое такое опасное, что дети все-таки. Туалет в таком состоянии, что он висит в воздухе, можно сказать. То есть можно зайти и оказаться на первом этаже в какой-то момент. Олег Кондрашов пообещал, что уже в этом году жильцы этого дома переедут в новые квартиры, как и еще 600 семей, которые сейчас живут в ветких и аварийных домах Нижегородского района. Всего же в Нижнем Новгороде новое жилье в 2014 году получат больше тысячи семей. Люди живут, надо прямо говорить, в нечеловеческих условиях. Как могут, поддерживают состояние, порядок, но вообще так жить нельзя. Поэтому стоит задача, особенные усилия на такие дома в этом году направить. Дома мы строим сегодня и в Нижегородском, и в Советском, и в Канавинском районе, в Московском районе. И вот что вы увидите во второй части нашего выпуска. Берет пример с главы государства. В среду губернатор Валерий Шанцев ответил на все вопросы местных журналистов. Стадион к чемпионату мира по футболу начнут строить уже этим летом. Об этом заявил министр строительства Нижегородской области. У нижегородских школьников-отличников появилась новая запись в дневниках. Отметку выставил лично губернатор области. Я напоминаю, вы смотрите службу новостей город. В среду состоялась большая пресс-конференция губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева. На встречу с главой региона аккредитовались около ста представителей различных СМИ. Традиция встречаться с журналистами в таких масштабах пошла от президента России Владимира Путина. На какие вопросы ответил губернатор, расскажет Евгения Иванова. Обычно итоговые пресс-конференции губернатора проводятся на телецентре. В этот раз традицию решили изменить и устроили встречу здесь, в Мещерском фоке, как в более демократичном месте. И уже здесь, перед началом пресс-конференции, журналистам сразу сказали, что задать вопрос может любой желающий и на абсолютно любую тему. Вопросы действительно были самыми разными и интересовались нижегородские журналисты не только политикой. Первый вопрос главе региона о безопасности и связанное это с трагедией в Москве. Напомню, подросток расстрелял своего учителя, уроженца Нижегородской области. Убил полицейского и держал в заложниках весь класс. Во-первых, как можно было прийти с двумя винтовками. Это говорит о том, что нам надо очень серьезно подумать над тем, как у нас оформляется оружие. Коснулись и другой трагедии, которая случилась не так далеко от Нижнего Новгорода. В Арзамасе в прошлом году начались конфликты межнациональные на фоне убийства Слакаева. И возобновились в феврале этого года. Чисто бытовой конфликт, его надо так рассматривать. Никакой межнациональной подоплеки там не было. Мы просто участвовали в этом конфликте две страны. Одна одной национальность, другая другой национальность. От случаев печальных перешли к политике. И, конечно, не обошлись стороной тему предстоящих выборов главы региона. В августе 2015 года у Валерия Шанцева заканчивается губернаторский срок. На вопрос журналистов, будет ли Шанцев вновь претендовать на пост главы региона, он ответил, что у него нет оснований не выдвигать свою кандидатуру. Тем более, что к Нижегородской области он уже привык. Каких-то консультаций здесь с администрацией президента, с кем-то проводить не нужно. По одной простой причине, что на выборы может пойти любой человек. Единственное ограничение есть по возрасту. Он не должен быть моложе 30 лет. Вот когда меня спрашивают, возраст и все. Вот моложе 30 лет не может. А вот все дальше, все возможно. Мы тоже задали свой вопрос губернатору про свободу СМИ в регионе. Насколько, по его мнению, нижегородские журналисты вольны в своих действиях? Отвечать на ваш вопрос, это вы, прежде всего, должны ответить, насколько вам свободно. Потому что я оценить вашу свободу затрудняюсь. По крайней мере, если вот меня касается, я ни с одним журналистом не судился за все это время. Я никакого журналиста к себе не приглашал и не заставлял его делать то, что мне нравится, а ему не нравится. Моя работа с журналистами, она простая. Если я вам интересен, приглашайте в гости. Кстати о СМИ. Напомню, накануне президент России Владимир Путин рекомендовал губернаторам проанализировать бюджетные расходы на информационное освещение деятельности органов государственной власти и принять меры по их оптимизации. Эксперты Общероссийского народного фронта заявляют о неэффективности расходов региональных бюджетов на освещение деятельности госорганов СМИ. Для справки, в этом году на обеспечение деятельности средств массовой информации из бюджета Нижегородской области будет выделено более 321 миллиона рублей. Также на пресс-конференции коснулись тем медицины, сельского хозяйства, улучшения жизни ветеранов. Всего около 30 вопросов, на которые губернатор отвечал 2,5 часа. Евгения Иванова, Александр Батраков, Служба новостей, Город. Стадион к чемпионату мира по футболу должны начать строить уже этим летом. Об этом и не только. Далее коротко расскажет Маргарита Шибалина. Власти Москвы открыли счет для помощи семьям погибшим учителей полицейского во время стрельбы в 236-й школе. Счет открыт в региональном благотворительном общественном фонде по поддержке социально незащищенных категорий граждан. Все перечисленные средства передадут семье погибшего учителя географии Андрея Кирилова и родственникам старшего сержанта Сергея Бушуева, а также близким тяжелораненого старшего сержанта Владимира Крохина. Реквизиты для перечисления средств можно узнать на сайте Московского департамента социальной защиты населения. Стадион для проведения матчей чемпионата мира по футболу начнут строить уже летом этого года. Об этом заявил министр строительства региона Владимир Челомин. Завершить строительство планируют в 2017 году. Перед чемпионатом ФИФА проведет здесь тестовый матч. Изначально проект строительства стадиона на госэкспертизу должны были передать в конце декабря прошлого года. Но из-за некоторых разногласий этот срок был перенесен на середину февраля 2014 года. Нижегородцев призывают стать донорами. В столице Приволжье пройдет акция «Донор. Кровь. Жизнь». Знать кровь смогут все желающие. Основное условие – донору должно быть не менее 18 лет. Чтобы стать донором, необходимо заранее прислать заявку с пометкой «Я – донор», где указать свои данные – город, имя и фамилию, группа крови, если известно, контактный телефон, e-mail по адресу, который сейчас указан на экране. Акция пройдет 13 февраля с 8.00 до 13.00 по адресу улицы Родионова, 194. Общекомандным зачетив на Олимпиаде в Сочи займет первое место российская сборная. Так утверждают британские ученые. Ученые из Британии спрогнозировали победу России благодаря специальной программе, которую разработало Министерство спорта еще после Олимпиады в Ванкувере. На втором месте, по мнению британцев, будут спортсмены из США. Российские ученые, напротив, считают, что Америка опередит Россию и займет первое место. А родная сборная по расчетам искусственного интеллекта займет лишь четвертое место. Это были все новости короткой строкой за среду, 5 февраля. Пес по имени Мося очень ждет, когда его заберут новые хозяева. У него печальная судьба. Сейчас Мося живет в ветеринарной клинике. Из-за ампутации задней лапы ему необходимо пройти курс лечения. Мося привезли. Он жил на какой-то базе. И лапа у него была какая-то травма. Была она у него уже давно, где-то, наверное, полгода назад. То есть лапа была изуродована и висела просто. Вот он на нее опирался, когда вставал. И там уже незаживаемая была поверхность. У Мося, так зовут пса, заканчивается курс реабилитации. По словам врача, чувствует он себя хорошо, но ему еще требуется немного времени, чтобы полностью восстановиться. Хозяина у Мося нет. Поэтому ветеринар клиники будут рады, если найдется тот, кто сможет приютить и полюбить пса. Также собаке нужны чистые пеленки и еда. Если у вас появится желание помочь Мося или приютить его, то вы можете обратиться в клинику, которая располагается по адресу улицы Биробиджанская, дом 1, либо по телефону 8 952 772 35 35. Нижегородские школьники-отличники теперь могут похвастаться не только своими пятерками в дневниках, но и новой записью. Подпись губернатора в среду появилась в 16 дневниках. Акция «Губернаторский дневник» проводится в Нижегородской области уже в пятый раз. Впервые проект был реализован в декабре 2010 года. Главный критерий, по которому отбирали лучших из лучших, это наибольшее количество пятерок в дневнике. На этот раз встреча началась с экскурсии по рабочему кабинету главы региона, которую провел лично губернатор. Уже после этого Валерий Шанцев лично поставил оценку «Отличное» в дневнике каждого ученика. «Инженерам-конструкторам и проектировать космические корабли». Всего за две четверти учебного года каждый из школьников успел получить около 200 пятерок. На самом деле это просто интересно самой, то есть достигать какие-то вершины. Ты сама стремишься изучать какие-то у тебя свои есть предметы, которые ты просто любишь. И на самом деле это ничего такого сложного. Отлично, губернатор. Вспоминаю, сам учился, тоже учился хорошо, но что-то не помню, чтобы я столько много получал. А сейчас пришло время новостей интернета. Все самое интересное в обзоре социальных сетей. Бросая мусор на улицы, не забудьте хрюкнуть. Такое напоминание обращено к жителям города. Порой содержание книги так увлекает, что забываешь, кто ее написал. В Нижегородской библиотеке к подобным случаям привыкли, но активно с ними борются и даже объявления повесили. Просят вспомнить не только цвет и размер книги, но еще и ее название и автора. А здесь уже администрация учреждений ласково просит граждан не загрязнять помещение. Жители дома под номером 2 только лишь оградили для себя парковку, а соседи уже записали их в популярное реалити-шоу. Ледяная глыба образовалась в поселке Сортировочный. Местные жители разглядели в ней шедевр и назвали новое произведение искусства памятник ледышке. Нижегородцы настолько впечатлялись эстафеты Олимпийского огня, что записали песню про его приключения по Нижнему и даже по другим планетам. Ваши отчеты тоже могут дополнить наш эфир, но для этого надо подружиться в социальных сетях. Все адреса сейчас указаны на экране. Ну а теперь по традиции расскажем о погоде на завтра. 6 февраля в Народном календаре день Аксиньи полузимницы. Моя коллега Юлия Карабасова расскажет о нем подробнее. Юля, мы готовы тебя выслушать. Вечер Добрый Маша по Народному календарю. 6 февраля день Аксиньи полузимницы. Переломный день зимы. Какова Аксинья, такова и весна. Ну а февраль в этот день одной рукой нос гладит, а другой щелкает. В этот день можно погадать о ценах на хлеб в ближайшее время и на новый урожай. Взять хлеб и взвесить его сначала вечером, а потом утром. Если за ночь весь хлеб уменьшится, значит цена подешевеет. Если увеличится, значит подорожает. А если же вес останется неизменным, значит цена на хлеб будет прежняя. Ну а по прогнозам синоптиков, завтра днем в Нижнем Новгороде температура воздуха составит минус 8 градусов. Будет облачно. Ночью потеплеет до минус 6 градусов. И на этом у меня все. Если вы стали свидетелем уникального события и сняли его на свой сотовый или видеокамеру, обязательно звоните к нам в редакцию по телефону 217-01-71. Я также напоминаю, что все новости выпуска дублируются на нашем сайте, адрес которого сейчас на ваших экранах. Далее подробный прогноз погоды, а затем фильм «Средь бела дня». Ну а я, Мария Зелинская, прощаюсь с вами. Всего вам доброго и до встречи на Первом городском. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова